Что сегодня все утро мы встречаем вместе с Сергеем Шкатовым, действующим чемпионом Красноярского края по барменскому искусству, готовит нам прекрасные коктейли, утренние, бодрящие. Сергей, а как долго ты действующий чемпион? Не нашелся еще богатырь, который отправил бы тебя в прошлое в экс-чемпиона? Чемпионаты проходят каждый год, и каждый год нужно защищать своих сил. То есть каждый год ты подтверждаешь свой класс? Последние 4 года получается, как бы держать, да, такая линеечка идет непрерывная. А вот до этого меня не выпускали очень долго. То есть ребята с Барнаула, с Иркутска, то есть прям серьезные ребята. Я вот думаю, может, все-таки пофлоренгуем немножко, разомнемся. Да, да, давай, пофлоренгуем. Сейчас я проведу небольшой мастер-класс для вас, для наших телезрителей, да? Вы в нем поучаствуете. Мы же должны будем... Мы же накосячим тебе все. Клево же. Ну, давай только то, что невозможно разбить. Ну, естественно, я принес вот такие вот специально тренировочные бутылочки, да? Мы сейчас возьмем их. Мне уже страшно. Страшно, да? Да. Вот смотрите, когда мы начинаем учить, учить наших детей, да, вот, которые приходят к нам на смену, мы им показываем простое движение. Давайте встанем немножко пошире. А вы прям детей учите? Да, ну, детей, скажем... Я просто хочу понимать, чьи родители согласились на то, чтобы... Когда родители узнают, сколько зарабатывает бармен, то есть, ну, они разрешают. Они готовы на все. Нормально. В 17 лет... Бросай нефтегазовый идей, да. В 17 лет они уже отправляют спокойно на обучение. Вот смотрите, берем, значит, вот таким вот хватом. Додуматься бы, как это еще. Как-то так, да? Вот, да. Теперь вот так вот переворачиваем и опускаем, то есть, ну, в область ноги. Чувствуете, да? Ногу чувствуете, бутылочку. И первое движение, которое мы показываем ученикам, это движение под названием rainbow, радуга, да? Это переброс бутылки с одной руки в другую. Алексей, я сразу предупреждаю, что это движение может стать для вас самым дорогим движением в карьере. Потому что здесь находится плазма. Ну, для меня тоже здесь находится Алексей у меня, поэтому... Я, конечно, не столь дорогой. Техника безопасности, техника безопасности... Ну, вот ты хочешь, чтобы я сделал вот так, как-то так? Давай еще разок. Оп, отлично. Теперь все втроем на 3-4. 3-4. И оп. Ну, не синхронно, в принципе, все справились. Отлично. Ничего не распили, но хорошо. Теперь смотрите, нужно сделать вот так, раз. Так. А потом передать бутылочку сзади. Поворачивайся через правое или через левое плечо. А можно не поворачиваться, можно сделать просто раз, передача, еще раз, два, передача. Хорошо, хорошо. Утренняя гимнастика в стиле флэринга. Готовы? Да. 3-4, поехали. И раз, два, три, четыре. Адреналин чувствуете в крови? Чувствую в крови. Даже я чувствую в крови. Теперь ставим бутылочку вот таким вот образом. Над головой свистят просто в поле. На баланс. Нет, у меня точно не выдержит. Я верю в вас. У вас рука побольше. Три пальца. Три пальца. Пальцы чуть пошире. Вот. Получается, да? Ну, очень плохо. То есть, когда мы выступаем, ну, скажем, в ночном клубе, и... О, отлично. Так лучше. Но все-таки вот так. Ну, я понимаю, но мне так удобно. Для того, чтобы почувствовать сложность. Когда мы выступаем, ну, скажем, в ночном клубе, да, с бармен-шоу, проводим конкурс, разыгрывая наши коктейли, вот это вот движение, это мы рекомендуем его уже включить в состав проверки ГИБДД на трезвость. То есть, ставим вот таким вот образом. Трезвые-то здесь люди. Да, представьте, то есть, ну, водитель выходит из машины, ему стоят бутылочки. Слушай, уважаемый Сергей, ты что же нас так подставляешь? Ну, мы, ну, не очень мы можем это что-то говорить. Ну, маленький. Трезвые-то шестьдесят пять градусов вокруг своей оси. Готовы? Давайте. И разворачиваем все-таки. Я точно, что у меня не получается. Все нормально. Все нормально. Сергей, давай продолжим заниматься этим сразу после сюжета.